В эфире Бук ТВ итоги недели я Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Коротко о главном. Корректор А.Кулакова 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 Будь то просто хорошие достижения в области социальной сферы. Это правильно и надо информировать людей в том числе о хороших, замечательных моментах. Лариса Осмолович, Эдуард Багунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Следующий материал выпуска «Итоги недели» продолжает тему предыдущего и показывает результат продуманных действий руководителей города. Правильно организованной информационной кампании действий, которые не создали ажиотажа среди людей, не вызвали у большинства недовольства. Речь идет о реновации главной площади областного центра. В последнюю декаду апреля за год до своего тысячелетия Брест сменил зеленое убранство в самом центре города. Под снос пошли старые больные ели. Старожилов заменили 26 молодых деревца. Сменил внешний вид и ландшафтный дизайн площади. Как отнеслись к кардинальному обновлению зеленого наряда горожане и как сегодня себя чувствуют вечно зеленые гости, выясняла наш корреспондент Ирина Альшова. Все работы по реновации площади Ленина и дальнейшему уходу за молодыми елями легли на предприятие «Коммунальник». Сегодня после пересадки 26 елочек сорта «Хупсия» находятся под неусыпным контролем специалистов предприятия. Сейчас самое основное это наблюдать за их состоянием, что мы в принципе и делаем еженедельно. Проводим визуальные осмотры на то, сколько влаги, достаточно ли влаги нашим елочкам, как они себя чувствуют, какой у них годовой прирост, все ли соответствует норме. Зеленые новоселы чувствуют себя прекрасно. За два месяца елочке дали прирост порядка 20 сантиметров. Это считается хорошим показателем. К тому же перед посадкой «Хупсиям» создали уникальную систему не только внутреннего полива, но и дренажа. Сейчас идет интенсивный прирост его. Как мы видим, некоторые приросты молодые достигают уже 30 сантиметров, что свидетельствует, что они благополучно перенесли посадку и юнскую жару. Смотрим сейчас контроль влажности, потому что лето, соответственно, жара, а елям на данном периоде очень важен вопрос полива влажности, чтобы влажность почвы была, чтобы их не засушить. На площади Ленина заменили 26 елей. Еще четыре деревца сейчас находятся в коммунальнике. Это запас на экстренный случай. Впереди непростой осенне-зимний период и специалистам предстоит пережить его с елочками в прямом и переносном смысле. В осенне-зимний период они уходят на покой. Где-то в октябре месяце, соответственно, в пресвольной круге мы замультируем торфом, который по осени заделается немножко. И все, и будем контролировать до весны. А весной уже будем наблюдать за почками, которые уже на молодых приростах появляются. Визуально сегодня площадь Ленина выглядит явно помолодевшей. Редкий случай, когда решение снести старые деревья не вызвали у горожан и жителей близлежащих домов резкой критики и недовольства. Смена зеленого убранства назрела уже давно. Еле старожилы не только утратили эстетический вид, но и были больны. Еле были старые, не было даже света. Даже вот пришлось рассмотреть, потому что не видно, даже было костел. А сейчас нам обозрение костел, нам видно. Вот. И они маленькие, аккуратные, красивые. Много света, простора стало больше. У меня окна выходят, и загораживали солнце, и не было такой видимости, как сейчас. Все как на ладони. Кто идет, кто и прочее. То есть спокойнее вроде было. А эти мне нравятся. Почему? Потому что они очень хорошо посажены, вроде как украшают площадь. Вот. Ну, короче, то, что сделали, значит, лучше. Наверное, надо, надо. Куда деваться. Все мы стареем, уходим. Так и им на покой надо. Я так думаю. А в общем, красиво, чисто, конечно. Все это очень нравится. Брест, говорят, самый красивый город Белоруссии. Сегодня обновленный вид центральной площади гармонично вписался в историческую часть города над Бугом. И это еще раз подтверждает любимое выражение горожан, что лучше Бреста нету места. Ирина Альшова, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БугТВ. Теперь дружба между нашими государствами станет еще крепче. Такое мнение высказал в интервью нашему телеканалу Яцек Данилюк, бурмистр польского Тересполя во время посещения областного центра в рамках международного легкоатлетического пробега «Дружба». С началом действия безвизового режима все больше в Брест стали приезжать спортсмены, причем как профессионалы, так и любители. Это еще одна немаловажная категория участников большого процесса. В целом, с внедрением системы безвизового режима количество желающих посетить Брест увеличилось. А это явное подтверждение эффективности проекта. Анастасия Анастасия Нездринплотницкая о туризме без границ. Древний многоликий Брест ждет гостей. Сегодня это своего рода кредо деятельности многих организаций города, для которых введение системы безвизового режима стало поводом посмотреть на экономику в цифрах через несколько проекций. Брест экономический, Брест культурный, Брест спортивный. К слову о последнем, именно это направление медленно, но уверенно выходит на лидирующие позиции. Все больше в областной центр приезжает спортсменов. В 13-й раз проходит пробег и впервые без ваучеров и виз. Я считаю, что это большой шаг вперед. Надо развивать наши взаимоотношения и дальше, потому что река Бук не разделяет нас, а связывает. Это еще больше объединяет жителей двух стран и двух городов – Бреста и Тересполя, которые дружат, и пусть так будет всегда. Этот пробег – одна из форм дипломатии между двумя городами. Такие мероприятия сближают людей. А еще у меня здесь много друзей и родственников, поэтому приятно приезжать сюда каждый год и участвовать в пробеге. Процент спортивных туристов в последнее время заметно вырос. Если раньше некоторые из них отказывались от брестского направления из-за большого количества оформления дополнительных бумаг, что предполагает финансовые затраты, то теперь многие решают ехать в путешествие в город над Бугом. На сегодняшний день безвизовым режимом воспользовалось уже более 6 тысяч иностранных граждан. Очень большую популярность набирает сейчас въезд на территорию города Бреста именно спортсменов. Сейчас начался сезон по очень многим летним видам спорта. Кроме летних видов спорта, в которых принимают участие профессиональные спортсмены, в городе Бресте все больше набирает популярность именно массовые виды спорта, в которых могут принять участие все желающие. Одна из важных составляющих пребывания – место проживания. Многие спортсмены, организованные иностранные группы и туристы-одиночки, останавливают свое внимание на комплексе «Интурист» – грамотное соотношение цены и качества обслуживания. Причем здесь, в одном месте, зарубежный гость может получить полный комплекс услуг, начиная с размещения питания и заканчивая турпредложениями. В гостинице для этих целей работает специальный центр. Сейчас прорабатываем такую новую нишу, учитывая то, что у нас достаточно большое количество мест размещения. У нас могут селиться спортивные команды, поэтому мы сейчас вышли с предложениями на ближайшие районы Польши, Словакии по размещению и по оформлению безвизовых туристов, спортивных команд, которые будут оформляться по безвизовому въезду. Уже мы несколько таких команд оформили, они пересекли границу, они довольны размещением, обслуживанием. Создан туристический информационный центр, который находится у нас здесь на втором этаже, уже тоже люди приходят, даже просто с улицы обращаются. Кроме того, в комплексе «Интурист» гости могут оформить специальную карту, предоставляющую скидки в магазинах, барах, ресторанах, партнерах, что также пользуются популярностью. Карта гостей сейчас в реализации есть, ее распространяет «Брест Интурист». У нас прошла такая акция, все туристы, воспользовавшись безвизовым въездом, которые принимали участие в легкотеретическом пробеге «Дружба», им всем были подарены карты гостя, они, скажем так, были очень заинтересованы этим сувениром, ну и некоторые уже воспользовались. Внедрение безвизового режима позволило иностранным гостям открыть для себя «Брест современный», не забывая о его историческом наследии. Популярностью пользуются объекты культуры, в частности, областной краеведческий музей. Удобное расположение, транспортная доступность и, конечно же, сама начинка, разноплановые экспозиции – вот три составляющие, определяющие такую популярность. За пять месяцев этого года нас посетило, все наши объекты, порядка 70 тысяч человек и около полутора тысяч групп. Вот из них примерно мы подсчитали, где-то 190 групп и 1700 человек – это именно иностранцы. По национальному составу, на первом месте, конечно, это граждане Российской Федерации, туристы из Польши, ну и стран Западной Европы. Это и Франция, и Германия, Испания была, туристы из Испании и так далее. Есть немного туристов из Китая, но, видимо, наше направление только набирает, скажем так, у них популярность, пока их немного. Кстати, поток именно китайских туристов в ближайшее время может возрасти. 10 июня в Циндао было подписано соглашение о безвизовом режиме между Белоруссией и Поднебесной. Гульская встреча с китайским туристом в областном центре готова давно. Даже обслуживание в отдельных заведениях перестроено под их особенности проживания и питания. Они предпочтение, естественно, уделяют. Это свинина, гивейдзина, баранина, морепродукты, свежие овощи, либо минимальная термическая обработка, хороший чай. Практически не употребляют соль и сахар. Если брать чай, то они добавляют различные сухофрукты, различные сегменты сушёных цветов, каких-то трав. Каков он, портрет туриста города над Богом, сказать сложно. Каждый новый гость привносит в него что-то своё, а уезжая, забирает с собой частичку брестской души, пропитанную гостеприимством и уважением к тем, кто выбирает областной центр в качестве места отдыха и развития. Город чистый, и жители, когда смотришь на них, впечатление, что они счастливы. Я не говорю по-русски, но когда я нахожусь здесь, у меня настолько сильное ощущение того, что я как у себя дома. Хочется отметить у вас свободу и безопасность жизни. Молодёжь свободно гуляет по улицам, дети купаются в фонтанах. Пространство, широта улиц, многозеленье везде, чувство свободы. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантон, Луговкин. Итоги недели. Адрес прописки Брест, улица Малая-2. Отныне именно по этому адресу располагается областная инспекция по налогам и сборам, а также инспекции Ленинского и Московского районов города Бреста. В рамках торжественного мероприятия состоялась презентация Центра обслуживания налогоплательщиков с использованием системы электронной очереди, что также является одним из мероприятий ребрендинга Министерства по налогам и сборам, который направлен на то, чтобы сделать налоговые органы более открытыми и современными. Новоселье всегда для всех событие долгожданное. Для налоговой службы города Бреста особо, поскольку строилось здание инспекции с 2010 года. Тем праздничнее настроение и у самих новоселов, и у гостей праздника. Но самое главное, отметил в своем выступлении на торжественной церемонии Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси, здесь созданы комфортные условия для налогоплательщиков. Это обусловлено стратегией развития налоговой системы, принятой в 2016 году, и которая предполагает создание во всех регионах страны центров обслуживания налогоплательщиков. В соответствии с этой стратегией принято решение выстраивать взаимодействие с плательщиками в новом формате, создавая такие вот центры обслуживания плательщиков, где внедрены все новейшие технологии, элементы электронной очереди, в взаимодействии с налоговым инспектором, ведутся системы аудио-видеозаписи. Поэтому я думаю, что для плательщиков это будет большое удобство, и они в ближайшем будущем почувствуют эти преимущества вот этой новой системы. Торжественная церемония предполагает чествование, а потому за значительный вклад в реализацию государственной налоговой политики нагрудный знак «Выдатник податковой службы» был вручен губернатору Брестской области Анатолию Лису. Почетными грамотами и благодарностями были отмечены Вадим Ольшевский, заместитель председателя облсполкома, генеральный директор полесья «Жилстрой» Анатолий Петринич, Владимир Сморщук, директор УКСа города Бреста. Работа налоговой инспекции – это непростая работа, это государственная служба, так можно ее называть, наравне и с МВД, ГГБ и другими службами, так как вы стоите на страже исполнения законов, в частности, исполнения юридическими и физическими лицами тех обязанностей, которые они перед государством должны выполнять. Это здание, оно было задумано и правильно когда-то в свое время, так как те условия, в которые долгое время работали налоговые службы области и Брестской области, они, конечно, уже давно не соответствовали, значит, даже, прямо сказать, нормальным условиям для работы. Президент, посещая наш город, он также дал добро на окончание строительства. И сегодня мы действительно имеем объект, который украшает наш город. Вручен символический ключ, перерезана красная ленточка, здание новой налоговой инспекции, в котором расположилась областная инспекция по налогам и сборам, а также инспекции Ленинского и Московского районов города Бреста официально открыто. Не могу не поблагодарить ту команду работников областной налоговой инспекции, которая также была задействована в строительстве этого объекта. Было тяжело, но результат есть. Результат есть, потому что налоговое ведомство Брещен и команда профессионалов, которые эффективно справляются с поставленными задачами и быстро реагируют на вызовы времени. Приоритет в работе – создание комфортных условий, быстрота и качественность оказания различных налоговых услуг, а также развитие электронного взаимодействия. Центры обслуживания созданы именно в этих целях. Прежде всего, это еще один из способов электронных сервисов налоговых органов. И центр обслуживания плательщикам таким является. Здесь очень удобно, комфортно. Здесь еще одно большое преимущество, что две инспекции в центре города – и Московское, и Ленинский район. Удобные условия для плательщика – это в первую очередь удобные условия для работы инспекторам. И на этом контакте, я думаю, будут решаться все вопросы, которые возникают у плательщиков, конечно, в комфортных, удобных условиях. Центр обслуживания плательщиков организован с применением нового фирменного стиля налоговых органов. Используются принципы четкого зонирования, разделения процессов обслуживания посетителей, что позволяет теперь плательщикам легко и быстро ориентироваться в выборе услуг. При входе в центр установлен терминал электронной очереди. Организована удобная навигация, информационно-справочные материалы стали более доступными и структурированными. Новый формат инспекции подразумевает наличие администратора зала, которая распределяет потоки посетителей, направляя их к нужному специалисту и приходит на помощь при возникновении вопросов и затруднений. Моя функция – помочь проконсультировать, подсказать плательщикам, вновь зарегистрированным плательщиком, кто давно работает, где-то какие-то непонятные ситуации, бывает подсказать, цифру дописать. Ну, в целом, чтобы человек ушел доволен. Кроме того, плательщики могут оценить качество предоставленных услуг и процесса обслуживания. Для этого на выходе установлен специальный терминал, с помощью которого можно оставить свой отзыв о работе инспектора. В новом здании я впервые. Как впечатление? Ну, красивое новое здание. Интересно то, что электронной очереди это будет проще. Приятно видеть светлое здание, современное, построенное. Обслуживание. И сейчас вот я надеюсь, что прям оперативно в день обращения получу справку, необходимую для дарения квартиры. Ну, вы знаете, очень так удобнее стало. Так вот как-то вот на московской, как раньше было здание, вот там вот другой страх, вот это все. Так немножко неудобно было там. И очереди ждали бы, все. А тут конкретно у тебя определенный номерок, определенный, то есть зал у тебя все. До 2020 года в Беларуси планируется создать 35 центров обслуживания налогоплательщиков. Ориентировочно к этому же времени будет отредактирован налоговый кодекс. На сегодняшний день ведется масштабная действительно работа по совершенству налогового кодекса. Значит, основные тезисы, если в двух словах их обозначить, это выполнение поручения главы государства, сделать его более понятным, воспринимаемым, прозрачным и однозначным. Лариса Осмоловича, Эдуард Бакунович, Антон Луковкин. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном, актуальном и интересном. Три десятилетия назад в центре Бреста открыл свои двери для всех любознательных мальчишек и девчонок городской детско-юношеский клуб, в котором юных брещан учат морскому делу. Сегодня, 30 июня, центр юных моряков сфлотили и празднует свой юбилей. 30 лет со дня создания. За эти годы в стенах центра приобщалась к морской тематике не одна тысяча юных горожан. Ежегодно почти 900 учащихся занимаются в 74 объединениях по интересам, почти половина из которых с морским уклоном. Лучшие из лучших получают рекомендации для дальнейшего обучения в высших морских учебных заведениях Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманск. Поэтому здесь особенно гордятся выпускниками, которые связали свою жизнь и профессию с морем. Как сегодня живет центр юных моряков и о чем мечтают его нынешние воспитанники, в морскую романтику погрузилась наш корреспондент Ирина Ольшова. Улица Шевченко 102, дробь 1, 30 лет назад в небольшом здании неподалеку от Навежной Муховца получил свою прописку клуб юных моряков с флотилии. С тех пор в уютных классах поселился дух морской романтики, а места преподавателей заняли увлеченные люди. С особой любовью они делятся своими знаниями и прививают юным горожанам тягу к морским просторам. Очень детям нравится туристско-краеведческое направление, потому что у нас очень много молодых педагогов, они любят квест-игры, они любят походы далекие, они любят выходы на шлюпках. И детям это очень нравится – ходить в походы, жить в лесу, играть в таинственные игры, где нужно разгадывать разные загадки, истории, легенды прослеживать. Это все прослеживается в квест-играх. И все это делают наши педагоги для наших детей. 30 лет назад классы клуба юных моряков оборудовали по последнему слову техники. В кабинетах навигационной прокладки, лингофонном, морской практике и океанологии ребята постигают морскую науку. В центре молодежь изучает историю мореплавания, современные суда и оборудование, текелажное дело, основы зрительной связи, сигнализации и судовождения. Гордость центра – музей океанологии и по совместительству исторический уголок. Примечательно, что почти два десятка лет центром руководили настоящие морские офицеры – Борис Рихтер, Ростислав Сырица и Владимир Бешанов. 12 лет на капитанском мостике центра стоял капитан второго ранга Михаил Клим. В старые времена советские одна из лучших флотилий, один из лучших клубов был. Да и сейчас, по-моему, вряд ли кого лучше будет. Поэтому у нас очень хорошая учебная база, надо ее использовать лучше, больше. Река у нас прекрасная, природа прекрасная, поэтому можно нам ходить постоянно летом в походы, пока еще существует наш флот. Ремонт нам оказывает порт неплохой, поэтому суда наши практически в строю. База неплохая, поэтому используем их, с детьми ходим постоянно в походы, вплоть до города Пинска. Сегодня в центре бок о бок работают и умудренные морские волки, и молодые педагоги. И всех их объединяет одно – увлечение морем. Я не раз слышала от своих одногруппников, однокурсников, коллег по историческому факультету, что они работают здесь, в центре юных моряков. Мне было интересно, что это за учреждение образования, каким образом они здесь работают, чем они занимаются. Ну и мне хотелось попробовать, а вдруг у меня получится. Также научиться вязать морские узлы, ходить в походы, изучить темофорную азбуку. Ну, это что-то новенькое. Дети не меняются. Они как были интересными, подвижными, их все интересует, так и они и остались. Я вот работаю в основном с мальчишками, и мне нравятся энергичные дети. У меня уже несколько поколений выпущено, закончили Макаровку, Академию имени Макарова, ходят в море. Сейчас подрастающее поколение тоже готовится к поступлению в Академию. Поэтому к нам в клуб не приходят инфантильные дети. Настоящим морским сердцем клуба была и остается речная база на берегу реки Муховец. В составе флотилии буксировщик Олег Ольховский, теплоход «Фрост», катер «Орион», четыре шлюпки «Ял-6» и плавбаза «Юнга». Здесь юные моряки проходят боевое крещение в речных походах, а еще учатся дружить и быть настоящей командой. Научили вязать узлы и мы играли в гонки, кто быстрее завяжет. У меня получилось правильнее и быстрее всех. Было классно очень. Потом нам, хоть это была и зима, нас пошли, отвели на плавбазу, провели экскурсию. Здесь очень классно было. Особенно, когда нам разрешили посмотреть в окна, там внутри какие-то деревянные шлюпки еще в большом теплоходе стоят и все такое. В центре лучше, чем дома. И тут очень много новых друзей появилось у меня. Особенно те, кто ходит очень долго сюда. От причала плавбазы до морских горизонтов путь не такой уж и длинный. Центр гордится своими выпускниками, связавшими жизнь с морским и речным флотом. Главное, считают педагоги, целенаправленно идти к своей мечте. В центре мне нравилось, как мы ходили в походы, занимались на шлюпках и в коллективе работа. Я благодаря центру выбрал то, что я хочу, что мне нравится. И вот решил поступать на эту специальность по этой профессии. И буду, получается, судоводитель. И нравится это все. Впереди у центра брестских моряков еще много интересных задумок. Потому что здесь уверены, у них всегда 7 футов под килем. Ирина Альшова, Павел Малашуна, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска «Букинформ». О других событиях и мероприятиях. Заседание Совета технопарка состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. На повестке дня вопросы, касающиеся потенциальных резидентов, а также работы с уже существующими членами дружной семьи инноваторов. Цифра последних уверенно приближается к полусотне, а направления деятельности становятся все шире и разнообразнее. Побывала на мероприятии съемочная группа телекомпании «Бук-ТВ». Тему продолжит Анастасия Стропко. Согласно положению, проводить подобные встречи необходимо не реже одного раза в квартал. Но специалисты подчеркивают, как правило, получается чаще. Один из центральных вопросов – рассмотрение заявок потенциальных резидентов. А инновационные идеи, как горячие пирожки, хороши свежими. Это компании, которые соответствуют критериям инновационности, ну, по крайней мере, пока. Они должны будут представить свои проекты, свой бизнес и защитить его с точки зрения инновационности и целесообразности присутствия в технопарке. Уже после этого, если совет технопарка дает соглашение, ну, одобрение этого, они заключают с нами контракт на аренду имущества либо движимого, либо недвижимого, и после этого они считаются резидентами. В этот раз влиться в дружные ряды инноваторов пытаются три компании. Сферы деятельности разные – от инфраструктуры до архитектуры. Один из потенциальных резидентов, к примеру, занимается созданием сервиса для внутригородских перевозок на автомобилях такси. Что касается проекта 7220, на сегодняшний день это единственный проект, который работает на территории 13 городов Республики Беларусь. Мы оказываем услуги транспортным компаниям, которые оказывают сервис в области такси. Мы принимаем заказы от клиентов, обрабатываем их, переводим в цифру и, соответственно, уже раздаем в городах присутствие наших перевозчиков, партнеров эти заказы. Соответственно, клиент получает очень высокого уровня сервис, быструю подачу и вполне доступные цены. Авторы проекта 7220 уверены – резидентство в технопарке может стать ступенькой на пути развития, благодаря предоставляемым налоговым и арендным льготам, а также окружению амбициозных, креативных и целеустремленных людей. Решали на мероприятии вопросы, касающиеся деятельности уже существующих резидентов. У нас изменения в законодательстве в первом указе 2007 года, которые вводят новшества, связанные с арендной ставкой для резидентов. Она будет более дифференцированная, с привязкой к технологическим укладам. То есть те резиденты, у которых пятый и шестой технологический уклад, они получают даже дополнительный льгот. И плюс будет решаться вопрос о создании фонда инновационного развития технопарка. То есть технопарк может получить, я надеюсь, что это так и будет, венчурный фонд, в рамках которого мы сможем финансировать проекты резидентов самостоятельно, не обращаясь в инновационный фонд республиканский, областной, либо, опять же, они тогда не обращаются за кредитной поддержкой. И есть основания выдавать как на основании возмездным процентами, так и на безвозмездном основании. Также на мероприятии свой новый проект представила компания Pump Technologies. Специализируется предприятие на производстве насосных установок, а также доставке, монтаже, ремонте и сервисном обслуживании насосного и технологического оборудования любой сложности. Pump Technologies сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями. В списке клиентов – ведущие предприятия страны, представители пищевой, нефтехимической и химической, деревообрабатывающей, строительной и мусороперерабатывающей промышленности, а также спортивные объекты. С 2016 года мы стали резидентом Брестского научного технологического парка с идеей производства насосных станций от стадии ее конструирования до постгарантийного обслуживания. Параллельно занимаемся ремонтом, обслуживанием и сервисным обеспечением насосного оборудования различных производителей. На заседании совета компания представила идею спорки или полного цикла производства насосов из полипропилена и композитных материалов. Сегодня изготовлением такого оборудования в Беларуси не занимаются, но активно ввозят его из-за рубежа. Потребность в подобных деталях есть у многих предприятий. Сфера примирения этих насосов очень велика, начиная от пищевой промышленности и заканчивая химической. Во многих технологических процессах применяется оборудование из очень дорогостоящих материалов. Это нержавеющие различные сплавы и так далее. Данные материалы, о которых мы сейчас разговариваем, они имеют более низкую цену и имеют такую же стойкость к агрессивным материалам, как и вышеупомянутые. К слову, на прошедшем мероприятии проект получил одобрение. Совсем скоро, в августе текущего года, он примет участие в республиканском конкурсе инновационных идей. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сами и мастерством в город над Бугом приехали грибцы из всех регионов. Среди звездных имен двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, брестские мастера гребли Татьяна Кухта, Кристина Староселиц и Вадим Лялин. Подробности у Ирины Ольшовой. Гонки грибцов-академиков на чемпионате Беларуси – старт ответственный. Бороться спортсменам, почти половина из которых – члены национальной команды, есть за что. Молодежь готовится к сентябрьскому чемпионату Европы, который примет Брест. Более опытные грибцы проверяют свои силы перед континентальным и мировым чемпионатами. Именно здесь происходит отбор. И поскольку это должно быть заблаговременно, это должно методологически быть обосновано, чтобы все было спланировано качественно и самое главное успеть подготовиться. Имелась возможность именно здесь это и будет. И на этих соревнованиях произведен отбор нашей сборной команды официального стартового состава на эти два соревнования. В чемпионате заявлено пять основных классов лодок. Среди женщин и мужчин разыграют чемпионские титулы одиночки, двойки парные и распашные, четверки и женские восьмерки. Дистанция классическая для академической гребли – два километра. Домашняя вода обещает быть удачной для известной брестской спортсменки Кристины Староселец. Я буду выступать в трех классах, в своем, в котором обычно выступают двойки парные. И также с нашей командой, с девочками садимся в четверку и восьмерку и постараемся там подтвердить свой титул чемпиона. В прошлом году выиграла сразу чемпионат РБ, в этом году постараюсь повторить. В финальных заездах свой высокий класс подтвердила звезда мировой академической гребли минчанка Екатерина Карстен. В одиночках у мужчин чемпионский титул у столичного гребца Дениса Миголя. Впереди у спортсменов еще два соревновательных дня. Ирина Шовидор, Бакуныч, Антон Луговкин, телекомпания «Буктовая». Уважаемые брещане, уже завтра, 1 июля, на главной площади областного центра пройдет масштабный праздник – фестиваль белорусской культуры «День вышиванки». С 11 утра до 15.30 гостей праздника ждет фотозона, интерактивная площадка, город мастеров Скарбница. Порадует брещан своим колоритным творчеством народный коллектив «Хмелевский в Лацуги». Пройдут мастер-классы мэтров народных промыслов в программе «Арт-парад под стягом с вышиванкой», дефиле в костюмах «Вянок прыгожости», флешмоб «Поцалунок у вышиванцы». Одной из ярких составляющих акции «День вышиванки» станет работа спортивной площадки и еще много интересного. Так что воскресный день просто необходимо провести на фестивале белорусской культуры «День вышиванки». Начало ровно в 11 на Центральной городской площади. Это были итоги недели. На Бук ТВ смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Осаченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 1-2 июля территория республики в основном будет находиться под влиянием малоподвижного циклона. В Бресте воскресный день будет отмечен дождями различной интенсивности и северо-западным умеренным ветром. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 12-14 градусов со знаком «плюс». Первый рабочий день 2-го июля будет отмечен дождями. Ночью и утром пройдут сильные дожди. Ветер переменных направлений сильный и порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 10-12, максимальная днем 14 градусов. Редактор субтитров А.Семкин